В глубинах Южно-Китайского моря. Что-то туда даже яблока нету, вот, ну-ка, коннектор, коннектор еще не расплавился. Находится подводная горная гряда. Ее каньоны столь глубоки, что... Очистил разъем для начала, чтобы смотреть с той сменой и так, и уже через свою зарядку Type-C с коннектором. Прикольная штука. И что в них могут спрятаться Гималайи? Включаем. Так, ну-ка, чего по моему? В ходе был гонг. Гонг-то был, а эфранка чернин. И на этом что? Где картинка? Картинки нету я, вот, не вижу, чтоб картинка была и подсветка запустилась. У меня есть какие-то картинки, не подсветки у родных. Делаю из бронза, из СМИ-С. Нажимаю включить. Сжимаю PR. Вот опять гонг. Сейчас еще раз будет гонг. Заребутится, если все хорошо. Вот, сейчас должна быть картинка. Картинки нет, подсветки не запускается. В общем, смотрим, что внутри. А я уже его разобрал. Когда коннектор чистен. Начнем, в общем, с разъема. Здесь у нас коннектор засаленный. Чуть-чуть спиртягий. И размажем грязь по плате. Классика. Старое залитие. Но иногда помогает. Как раз слегонца подгнившие контакты. После прошлого залития. Сейчас все это дело зачистим. Подсохнет. И подключим питание посмотрим. Все, сейчас подсохнет и будем врубать. Никогда ни человек, ни какой-либо аппарат созданный человеком. Все, подстегиваем разъем. Подадим питание. Все, разъем подстегнул. Батарею подстегиваем. Приподнимаем. И радуемся, что у нас все работает. Давай. Яблоко, 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 яблоко. О, подсветка запустилась. А вот и яблоко, все. Зашибись. Работает. Вот и весь ремонт. Не обследовал эти глубины. Он такой грязный. Давайте быстро почистим. Заменим термопасту. Так, выкручиваем винты. Вот здесь как будто этим шуруповертом и гайковертом крутили. Прям вообще шлицы срезали. Не берет вообще отвертку. Сильно вплата давить, короче, опасен. Или на клей, что ли, в клей, или вообще не берет. Вот один хотя бы выкрутил. Когда сейчас здесь смочу, может подцеплюсь. В таком случае будем кусачками проворачиваться аккуратно. Придется как атака. Все. Давить на плашу нельзя. Ну, смотрите. Никак не точек. Вот один провернул. Все, пошло. Дело прошло. Так, натурально. Стружку убрать. Они не проворачиваются. А не, вот все, пошло. Так, и теперь вот этот налик провернуть. Так вот. Ну, теперь отверточкой его можно выкрутить. Так что вот так вот. Находим способ. Как все это дело сделать. Радиаторы уже сняты. Паста не какущая. Уже пересохло все. Вот так вот. Все, здесь нута не хватает, как обычно. Комплекта после залития. Сейчас мы выбротим и почистим округу. Майкис, я оперирую. Классно. Снимаем эту штуку. Что там, весь какой-то в масле. Все. Готово. Здесь надо будет эти менты выкрутить. Что же. Далее будем зубной щеткой шуршать. Что-то не похоже на то, что я его делал. Прям не похоже. Если я делал, у него все чики-пуки, все красиво. Кулер. Кулер грязный. Лопасти грязные. Зубная щетка понадобится. Чтобы действовать. На протяжении столетий бесчисленное число кораблей бесследно пропадали в этих водах. Дальше уже вот так вот. Понемножку. По чуть-чуть. И зачищаем лопасти. Вот. Даже не берет. Четко. Точнее, берет, но очень плохо. Так. Почти готово. Эти исчезновения до сих пор остаются загадкой. Все. Ну да. Пилища убираем. Готово. Можно будет собрать наш кулер. Винты не родные. Сюда их выводят. Не рекомендую это делать на батарее. Не смотрите на меня. Вау. И выглядит все масляное. сейчас будем собирать и пасту свежую нанесем не забывайте вовремя чистить от пули менять термопасту на своих марках чтобы они не сгорали у вас это частая проблема объем глубины памятный хап мы не наносим термопасту на что тут завода не предусмотрено есть модели где предусмотрено там наносим не предусмотрено там не наносим надеюсь объясню так все резинку возвращаем теперь собираем кладем сверху радиатор спереди кривые винты нас будет запустить мы уже отвертый метр и 5 от и 6 потому что 05 он был завода потом в т6 превратился или в т55 по диагонали закручиваем пока не до конца нужно будет выправить так и вот этот вот и вот так здесь были пинпы но они отсутствуют вот все подстегиваем шлейф батареи не забывайте в самом конце теперь можно будет провести диагностик проверить его дура загружаться я буду со своего местного диска чтобы проверить питание и зажимаем и удерживаем альт на клавиатуре теперь ждем полную загрузку системы со внешней ссд кому интересно как такой создать пишите в комментариях я пришлю ссылку по запросу кобыла белая это у нас а 1502 и 2013 года 8 оперативки 2 и 6 стройка видео видите небольшие не знаю видео передать небольшие полоски есть на дисплее то есть дисплей как бы приехавший уставший так накопитель на 500 гигабайт переполнен сколько нужно освободить желательно сейчас прогоним тестовой программе давайте сперва посмотрим состояние ссд внутреннего программы smart utility так 42 тысячи часов пробега у него smart зеленые ошибки не найдены то есть диск в идеале ссд так чё там по аккумулятору запускаем приложению коконат батареи смотрим чудом батарея 50 процентов живой 53 возраст симпл батарея оригинальная батарея уже как бы подуставшая и дальше уже где ну там дальше сейчас я диск дриллом прогоним все посмотрю по системе сейчас он от 90 91 греется сейчас все проверю по результатам диагностики у нас чек батареи ну то есть понятно что мы уже в другой программе убедились что батарея устала из сенсоров но видите dc и но здесь 20 вольт потому что я через через без и поэтому здесь завышена поэтому это нормально осторожно опасное допряжение сейчас все как бы выключено и cpu а вот ну то есть средняя 66 почти 70 в простой камень перегретые уже его уже перегрели вовремя не чистили не меняли термопасту ну то есть не обслуживали либо вы делали это крайне редко сейчас проведем второй тест погреем немножко запущу heaven benchmark на средних настройках посмотрим насколько температуру воде средние запускаем все почти готово теперь дам я ему минут 10-15 поработать в таком режиме в режиме теста все 68 градусов и вот температуру потихоньку уже 70 поднимается через некоторое время спустя температура достигла 77 78 градусов вот видите вот здесь вот вот такие вот морщинки это как раз вот от тепла есть у нас кубер сюда выдувает а здесь ровно так ну что давайте посмотрим я пока уберу сюда открою 2 рабочих школы здесь мы проверяем температуру в режиме онлайн принципе тепло отвод справляется то есть кулер у нас на полных оборотов обязательно сипе его выше общего смотрим 86 короче до 85 это нормально все равно присутствует теперь можно будет все завершать тест принципе он не отрубился проверить звук осталось нам и камеру для проверки камеры нам понадобится устроенное приложение фото бут и она работе как он видите фото будто работы камера есть так теперь звук и звук сейчас мы какую-нибудь звуковую дорожку запустим для проверки я буду плагином удалять тут в помещении другая музыка играет и здесь я слышу что только правый динамик работает правый работает левый левый не пашет в общем левый динамик не работает у него вот этот вот динамик не работает подключен сейчас переподключу может заведется но это не точно этот работает но в общем правый динамик работает левый динамик не работает файл 2 я теперь я подключил эту зарядку без яблок посмотрим разрядился я на тест поставил для проверки так ну индикатор гореть я посмотрим заряжается нет тест можно короче сбросить так батчет видите человек батареи по питанию ошибка ушла почему же от type-c я заряжал все можно будет завершить него ну то есть в итоге мы имеем неисправный левый динамик на нем не рабочий камер все работает все остальные функции работают но и дисплей с небольшими полосами видимо последствия старого когда-то было залить и всем так заряд заряжается он требуется замена состояния аккумулятора все в принципе работает сильно не греется нормально теперь можно будет заканчивать диагностику и отдавать владельцу